Бросок совершил. Как? Мне Бог дал от... В Скандинавии где поковали-то? Я не был там... Ну, вы только что сказали, что прошли Скандинавию. Ну, Скандинавию, это все страны, которые... Швеция, там, Норвегия, Дания. Мы... Ну, а конкретно где поковали-то? Ну, конкретно, допустим... Где там были-то? В Данию зашли... Что у них там? Сейчас уже не назову даже. Копенгаген? Да, в Копенгагене... А в России где были в Скандинавии? Мы здесь проехали от Барнаула до Владивостока. Все районы, центры и города. Потом дошли до границы Лиссабона. Все государства, все прошли. И везде я дарил свои 38 томов книг. На 35 миллионов подарок сделали в библиотеке. С молитвой. Это не просто так. И все у нас заснималось. У меня Ютуб здесь в канале. Это Ютуб-канал. Большой. 18 с половиной тысяч роликов наших только. Так. Мы все снимаем. А ваших это чьих? А? А ваших это чьих? Ну, христиане православные. Мы община. Мы строим православные... А что за община? Православное община. Мы строим деревню с нуля, восстанавливаем в Алтайском крае, где нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. Ни одного аборта. Ни одного развода. А почему пить нельзя? Потому что пьяницы царствие Божие не наследуют. Участь праведника в раю, грешника в воду с сатаной гореть будет. Вот почему. А Иисус Христалл оттель пей не только воду, но и немножечко вина от болезни, для здравия, для желудка. Да. Если, говорит, так он пишет апостол Павел к своему ученику Тимофею. Пей не одну воду, но немного вина ради немощи твоего желудка. Да. У нас по уставу... Почему у вас нельзя? У нас по уставу разрешено, определенное. Даже в уставе деревня записано можно. Но так как столько горя от вина, мы, вот наша группа, мы в рот не берем никакого мяса, никакого вина. Не потому что грех. Но мясо почему? Ведь тоже Иисус Христалл разрешил. Так, обождите, вы правильно поймите. Если я говорю, что это грех, значит, тогда меня отлучат. Вот мы сидим в Синоде. Рядом митрополит, епископы в Нью-Йорке. И там прошла молва, что я считаю вино за грех. Митрополит наливает полный стакан мне такое темно-бурое вино. Выпейте, я говорю, я не пью. Выпейте. Потому что говорят, что вы против вина. Я говорю, нет, ну давайте, я взял и выпил. Я говорю, у меня жена квас готовит крепше. Засмеялись, больше не пейте, у меня своих пьяниц хватает. Нужно доказать, что я не против... А почему вы от мяса отказались? Так, мне 81-й год. И я еще таблетки не съел. У меня сила и здоровье все еще во мне. А мясо это то, что закупоривает сосуды. Дальше. У меня пенсия до последнего времени была за 35 лет трудового стажа по трудовой книжке. 8 тысяч 141 рубль 33 копейки. Какое мясо? И меня лишь бы ноги, говорится, не протянуть. Но я не ропщу. Мы Путина не ругаем. Мы молимся за правителя, за Дональда. У меня благодарственное от одного президента есть даже. Теперь он по-другому называется. У нас в стране... Подожди. Я сейчас закончу одну мысль. В стране, в Российской Федерации, за время перестройки сделано 120 миллионов абортов. И есть только один глава администрации, который запретил аборты делать. Под уголовную статью подвел как убийство. Кто это? Подождите. Вы возрождаете деревню. Да. Правильно понял? Да. Храм построили, школу. А у вас, получается, в деревне скотину вы не выращиваете? Скотина? Именно на скотине и живет. Скотину выращивает. Птицу. Матушка держала пчел. Птицы очень много. И... Подождите. Зачем вам птица, если вы мясо не едите? Да не у меня. Я же не один там. С чего взяли, что я-то? Я же не говорил, что я держу. Вы сказали, что у вас не курят, не пьют, мясо не едят. Это мы, которая наша группа, вот здесь, в которой живем. Мы туда ездим только. Мы там даже не прописаны. Но это наша деревня. А почему вы мясо не едите? Не полезно и дорого. А какое отношение вы тогда имеете к деревне, которую вы возрождаете? Потому что деревня, основание-то мне пришлось сложить с братом. А брат у меня священник. И поэтому мы ходатайствовали во всех органах. Деревня-то само по себе, это подворье, это скотина, это молоко, мясо, яйца, которые надо вырастить самому. Да, выращивает. У меня нет денег на это. Надо выращивать это мясо, что... Все продается. Это деревня прям... Обожди. Секта там какая-то. Только не ругайтесь секта. Не надо секта. Нет, я не ругаюсь. Секта. Деревня-то деревня, она тем и живет. Да, она живет этим. А какие претензии, если живет? Они каждый вторник приезжают, их называют молочники. Они продают сливки, творог, сыр, масло делают, мясо, яйца привозят. А вы почему не делаете свое? А не надо мне. Я для этого не призван. Я этим не пользуюсь. Вот наши ребята со мной, которые живут, они работают. И они покупают иногда сливки. Ну, за одним столом сидим-то. Это мои духовные дети. Но я никогда пальцем не прикоснусь. Почему? У меня денег нет, я не покупаю. Весь ответ. Я обойдусь без этого. Я очень сильный и крепкий. Вот мы дорогой ездили. Мы проехали на машине 120 тысяч километров. 650 городовых сел, остановок. А какие деньги у вас денег нет? За что вы проедете? Денег на что? На одну только поездку затратили 440 тысяч. На одну. У вас же денег нет? Нету, нету. У нас сильный Бог, который подает это. Бог дает с ней. Нам вот ехать надо сейчас, пробь ехать. У меня нет ничего. И вдруг утром, рано утром, телеграмма. Мы слышали, вам деньги нужны. Я говорю, а на что? Ну, вы говорили, книги издаете. Я говорю, я издал 38 томов, а 7 еще в электронной версии. Это не книжечки. Каждая книга 752 страницы. И 4 тома стихов моих по 800 страниц. Я говорю, я перестал издательской деятельностью заниматься. У нас поездка. Ну, на поездку пускай. А вы откуда? Калининград. А вы кто такой? Булкин Дмитрий. А откуда вы узнали? В интернет. Про вас узнали? Он узнал. Меня не спрашивает. Теперь куда деньги переслать? И ехать у меня деньги уже в кармане. Дорогой в Швецию у нас сломалась машина. Люди во всем интернете. В Великобритания, Америка за нами следят. Какая поездка. Мы папе Римскому поделили. Путину книги. Мои книги в библиотеке имени Ленина. В Москве. В исторической и в парламентской. В трех местах. Не считая людей. И в Киеве у меня, и в Харькове, и в Николаево, в Одессе везде книги. 650 городов посетили. И вот теперь спрашивают. А как вы смогли поехать туда туда? Не знаю. Мы когда сломалась машина в Швеции, мы дали знать. Нам сразу из России отбили. Бросайте машину. Сейчас высылаем деньги. Покупайте иномарку такую же. И едите дальше. Я так и ахнул. И нет. Мы эвакуатор наняли. Нас потом перевезли через Балтику. А тот человек в Испании. Оттуда уже с Калининграда за нами в Литву посылает эвакуатор. Нас сцепляют. Ремонтируют. Ни копейки не берут. Мы приезжаем на своей газели Нижний Новгород. Где? И вот представьте. Мы зашли. А там этажей пять. Примерно так. Ну может меньше чуть-чуть. И мы мешаемся там при входе. Они говорят, знаете, вы уйдите. Я говорю, нам нужен главный инженер. И главный конструктор. И желательно директора. У нас поломка стучилась в вашей машине. А мы взяли-то новую. Да? Но я отошел. Говорю, нас пока не примут. Давайте в сторону. Мы встали и давай молиться. А когда мы молимся, мы кланяемся. Православное. А в конце поднимаем руки. Открывая глаза, три человека перед нами стоят. Это вы приехали издалека? Я говорю, да. Я главный инженер. Он говорит, я главный конструктор. Мы не трогали. Мы не говорили. Та, которая на вахте стоит, она уже сказала. И дальше они нас обихажили. Сразу нас на первое место. Садится механик. Слушает, как мотор работает. Обед наступил. А они нам там принесли колбасы. А мы на улице там где-то сидим. А машина наша уже разобранная. А это их детище. Я говорю, мы не едим. У нас среда сегодня. А что же это? Я говорю, постная. Мы можем там орехи, там земляника. Или помидоры. Они убежали. И опять тащат из ресторана. Я не знаю, ресторан или столовая там в заводе. Не в заводе даже. Ну да, тут завод-то как бы рядом их. Как они нас обиходили. Я говорю, мы на этой машине проехали. Мы так рады. Но они говорят, лопнула шестеренка. Подавай, трансмиссия где-то. Это не наш. Это Ульяновский завод поставил нам. Я говорю, а в Австрии, когда мы были, перед нами на колени становились-то. Газель. Россия. Путин. Газель. Россия. Путин. И мы везде выступали. 650 городов за рубежом и везде мне пришлось слово говорить. Это Бог делает. Ну, понятно. Ну, удачи-то на вам. Здоровья. Я хочу сказать, что вы мне понравились. Вы хотите, если с нами встретиться, зарядите в скайпе Игнатий Лапкин. Я один с этой фамилией. Вы не пожалеете. Там у меня форум есть. Сайт, которого в мире нет равных. Там 50 книг моим голосом начитанные. Я насчитал в первой стране архипелагу ГУЛАГ, распространил, и меня отправили. Я пять тюрем прошел за это. И лагерь заплатил. Теперь реабилитирован, как политзаключенный. Религиозный подвели политическую статью. У меня написано там о Блянине. Стоит свой рот ащереп. Повет у птиц подставил голый щереп. Вождь атеизма. Сонмище иуд. Вы стихи любите? Очень. Могу рассказать стихотворение свое. Надо заканчивать беседу. У нас беседа может слишком затянуться. Ну, еще. Ладно, удачи вам. Вы на наш YouTube заходите. На наш YouTube заходите. Не дано. Или с Богом быть там, где Господь назначил Царство Небесное. Или без Бога обещан вечный гиенский огонь. Вот теперь и думай, почему здесь такой разврат в этой рулетке. И что сделать, чтобы не так было? Жесть. Без Бога-то жизни нет никакой. В Царство Божие не попадет. Он будет в огне гореть вечно. Поэтому ворам, блудникам, сквернословам вход закрытый. А поэтому Христос и умер за грехи людей. И воскрес, чтобы даровать спасение. Не делами человек спасается, а благодатью Божией. Вот мы для этого сюда и пришли, чтобы возвестить великую радостную весть. Не религию проповедуем, а Христа распятого и воскресшего. Он спаситель мира. Имя Иисуса означает спаситель. У нас есть Кур'ан. Ну, у вас есть, я знаю, что у вас есть. У вас есть такая книга. Вот так. Вот это вот написано как. На две с половиной тысячи человек, которых я тут встретил, ни один не просчитает. Все, название только одно. И почему тут рулетка вся мусульманская? 90% они мусульмане. А почему? Вопрос-то я могу задать. Почему? Потому что здесь определенная цель, запах другой. Поэтому если дома, я говорю, вам разрешают иметь четыре жены, надо кало им платить. А здесь 44, голые даром. Вы столпились тут, южные жеребцы на северных кобылах пашите. Продолжение следует... Продолжение следует...